В эфире «Ваше право» – программа для тех, кто, несмотря ни на что, готов отставить свои права. В студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Широкая доступность микрофинансовых организаций не может оставаться незамеченной. Кажется, МФО везде, во всех людных местах, на автобусных остановках, у станции метро. Куда ни взгляни, везде яркие вывески с предложением легких денег. А ведь некоторые из таких организаций работают на рынке финансовых услуг незаконно. Потенциальные клиенты МФО, как правило, при выборе кредитора обращают внимание не на условия предоставления и погашения займов, а на быстроту подтверждения кредитных заявок. А это может привести их к большим проблемам. Какие же риски возможны при получении микрокредита? И как защитить себя, если вы уже попали в руки к финансовым мошенникам? В этих вопросах мы будем разбираться вместе с нашим гостем, заместителем прокурора Самарского района города Самары Алексеем Петрушиным. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич. Добрый вечер. Ну что ж, давайте разбираться, что такое микрофинансовая деятельность с точки зрения законной, и чем она отличается от иной финансовой деятельности. В Российской Федерации принят и в настоящее время действует федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Он и определяет условия действия на рынке микрофинансовых услуг, данных организаций, порядок предоставления микрозаймов, также контрольно-надзорные функции страны Центрального банка Российской Федерации. Каждый закон также раскрывает понятие микрофинансовой деятельности. Микрофинансовая деятельность в своем понятии несет это юридическое лицо, которое наделено статусом микрофинансовой организации по выдаче микрозаймов. Ну вот если микрофинансовая деятельность – это деятельность юридических лиц по выдаче микрозаймов, то напрашивается вопрос, что же такое микрозайм и чем, собственно, он отличается от кредита. Микрозайма – понятие раскрывается тоже в законе, и, соответственно, можно определить, как выдача микрофинансовой организации займа. Микрозайма. Маленького? Маленького, да. Определяется сумма, то есть до миллиона рублей, в зависимости от вида микрофинансовой организации. А кредит? А кредит не ограничен суммой, то есть это особые условия, то есть для каждого они разные. Каковы основные условия предоставления микрозаймов? Микрозаймы, ну, во-первых, эта сумма ограничивается, то есть для микрофинансовых компаний это 500 тысяч рублей, для микрофинансовых организаций это миллион рублей. А также денежные средства микрофинансовой организации выдают исключительно в валюте Российской Федерации, а банки могут выдавать, как и в иностранной валюте, то есть денежные средства. Ну вот это существенное. Это существенное условие. То есть, соответственно, кроме того, микрофинансовые организации выдают денежные средства по договорам микрозайма, а банки выдают по кредитным договорам. По договорам тоже поговорим с вами. А может ли, кстати, договор микрозайма предусматривать возможность предоставления целевого микрозайма с осуществлением контроля за использованием выданных средств? Да, такая возможность предусмотрена законодательством. Соответственно, микрозайм может быть целевым, и микрофинансовая организация в данном случае наделена правом контроля за использованием микрозайма. Вот вы уже сказали, что среди МФО существуют МФК и МКК. Чем они отличаются друг от друга? Отличие в том, что данные организации, во-первых, это суммы, которые они могут выдавать, и также привлечение денежных средств физических лиц на использование в рамках уставных целей. То есть, какие могут организации? Микрофинансовые компании могут привлекать денежные средства физических лиц. В законодательстве в сфере микрофинансирования регулярно происходят изменения. Благодаря поправкам в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовой организации, который регулируется законом о потребительском кредите, о нем вы в начале программы сказали, К 2017 году на территории Российской Федерации значительно сократилось число лидирующих МФО с более чем 7 тысяч до почти 3 тысяч. А к 2019 году это число вообще уменьшилось до 2 тысяч. И есть и основания ожидать, что и дальше продолжится это снижение. С начала 2019 года Центробанк России ввел ряд ограничений в сфере микрофинансирования. Расскажите об этих нововведениях. Да, действительно, Центробанк как регулятор принимает решение для сокращения нарушения прав граждан при выдаче микрозаймов. И вот одним из таких нововведений это сокращение суммы долга, которую может требовать микрофинансовая организация с заемщика. То есть в январе данная сумма сократилась, они могут требовать не более 2,5 кратного размера. И процентная ставка сократилась до 1,5 процентов ежедневная. С июля месяца уже данная ставка сократилась до 2 кратного размера. И ежедневная процентная ставка до 1 процента. В 2020 году также планируется сокращение до 1,5 кратного размера требований с заемщика микрофинансовой организации. Если на примере сказать, что если взяли 10 тысяч рублей, то по факту гражданин должен отдать не более 30 тысяч рублей. Со всеми пенями, процентами и иными выплатами. То есть а раньше могло там вырастать до каких-то срединностей? Раньше мы все знаем, что да. Взял 10 тысяч, возвращаешь чуть ли не миллионы. Да, да, да. Ну вот можем ли мы с вами говорить, что таким образом законодатель все-таки решает проблему с незаконным микрокредитованием? Ну, данные решения привели к тому, как вы и сказали в начале, что они сокращаются в количестве микрофинансовых организаций. Можно предположить, что с рынка как раз уходят те, которые привыкли делать легкие деньги вот таким незаконным путем. Да, скорее всего, это так. Может ли микрофинансовая организация в одностороннем порядке изменить условия предоставления микрозайма? В одностороннем порядке законодателям сказали, что она не может ни условия, ни сроки, ни сократить срок микрозайма, то есть ни процентную ставку увеличить. То есть это все запрещено. То есть то, что в договоре микрозайма обусловлено, подписано сторонами, закреплено, изменений не может претерпеть. Как простому гражданину определить, что организация, в которую он обратился за микрозаймом, работает на законных основаниях? Во-первых, для того, чтобы определить, что организация является законной или незаконной, нужно посмотреть на сайте Центрального банка Российской Федерации реестр микрофинансовых организаций. Он ежедневно, наверное, пополняется, либо уходит организации, либо исключаются организации. То есть на данном сайте можно посмотреть, действующая эта организация, либо нет. То есть обязательно должна быть включена в реестр? Да, реестр на сайте Центрального банка Российской Федерации. Второй момент, но это посмотреть и ознакомиться с учредительными документами, и также с правилами предоставления микрозаймов. Данные правила, они должны быть в свободном доступе и предоставляться гражданину по его требованиям, для ознакомления со всеми условиями. Ну, наверное, в правильной такой организации микрофинансовой должны информационные стенды существовать. Скорее всего, да. То есть размещается, как в обычной организации, это учредительные документы и, соответственно, локальные акты организации по основной деятельности. Вот кроме этого, что еще необходимо выяснить клиенту перед заключением договора о предоставлении микрозайма? Я думаю, надо ознакомиться со всеми условиями договора микрозайма. То есть прочитать, так скажем, все скрытые, так скажем, мелким шрифтом, что написано, в галочках, в кавычках, то есть обыденным языком, если говорить, обратить на это внимание. То есть ссылки, сноски, подпункты все. То есть гражданин должен понимать, что, подписывая данный договор, он берет на себя определенные риски. Да, и соглашается с тем, что там прописано даже мелкими буквами. Наверное, вот в этих условиях очень важно попросить просчитать максимальную сумму. Да, ну это само собой, да, чтобы он знал конкретную сумму, которую ему предстоит выплатить по договору микрозайма. Да, 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 потому что ведь берут одну сумму, предполагают одно, а по факту получается другое. Какие факты незаконной микрофинансовой деятельности выявлялись прокуратурой Самарского района? Прокуратура Самарского района регулярно проводит проверки микрофинансовых организаций, организаций, которые осуществляют выдачу микрозаймов. Ну, в этом году непосредственно была проведена проверка комиссионных магазинов, где оказалось, что под видом договоров комиссии гражданам вдавались займы. То есть... Очень странная связь с комиссионным магазином и вдруг займ. Ну, граждане идут в комиссионные магазины за, так скажем, низким процентом получения микрозаймов. Вот, это распространено, они тоже... То есть граждане, в принципе, уже знают, что можно обратиться в такой якобы комиссионный магазин не для того, чтобы на комиссию отдать вещь какую-то для продажи, а получить займ. То есть, как бы официальная-неофициальная работа такая вот этой системы. Так, и что? Ну, по данному факту была проведена прокурорская проверка, были приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, здесь было представление, и лицо юридическое было привлечено к административной ответственности по статье 1456 Кодекса административных правонарушений. Дальнейшим судом был назначен штраф, наказание в виде штрафа. Какие штрафы там? Ну, штрафы начинаются от 5 до 200 тысяч. До 200 тысяч? До 200 тысяч рублей. Ну, это все-таки вот до 200, когда это уже существенно. Это существенно, да. Ну, а вот смотрите, вы рассказали о комиссионках. А ломбарды, они имеют право давать деньги под залог того или иного имущества? Или они уже не относятся к категории микрофинансовых организаций по каким-то другим? Они, то есть, ломбарды, они состоят тоже в реестре Центрального банка Российской Федерации. То есть, он как регулятор их проверяет на наличие нарушений по микрофинансовой деятельности. То есть, они тоже выдают, так скажем, микрозаймы. Тоже выдают микрозаймы? Да. Ну, они подчиняются этим же правилам? Они подчиняются, да. Подчиняются этим правилам. А вот комиссионный магазин как раз делать этого не имеет права. Подменяет понятие. Подменяет понятие. Это важно знать. Скажите, вот вы являлись ли прокуратурой района факты нарушения прав клиентов непосредственно при оформлении, при заключении договоров микрозайма? Да, такие факты были. Но вот, в частности, могу привести пример, когда организация в своем названии использовала аббревиатуру микрофинансовой организации. При этом она уже была исключена из реестра Центрального банка как микрофинансовая организация. По данному факту тоже была проведена проверка. Направлен материал, лицо было привлечено к административной ответственности по статье 15.26.1. Это что грозит? Да. Штрафы там тоже серьезные. От 5 до 300 тысяч рублей. В зависимости от правонарушения. То есть там есть такое же даже правонарушение. Это не ознакомление с правилами предоставления микрозаймов. То есть это тоже образует состав административного правонарушения. Вот о чем сегодня особенно хотелось бы поговорить. На территории Самарского района, насколько я знаю, работают центры юридической и финансовой поддержки, так они называются, которые оказывают гражданам услуги в получении микрозаймов и кредитов, так сказать, на выгодных условиях. По крайней мере, именно это обещают посетителям этих центров. Во-первых, имеют ли эти центры вообще какое-либо отношение к микрофинансовой деятельности? Во-вторых, обращение граждан в такие центры, оно полезно или опасно для самих граждан? Я думаю, здесь сказать необходимо, что граждане должны оценивать все риски обращения за юридическими или финансовыми услугами в организации, которые не могут осуществлять данные деятельности. То есть юридические центры и финансовые центры никаким образом не относятся к микрофинансовым организациям, которые выдают кредиты и микрозайм. Да. И влиять, соответственно, они никак не могут на эти организации. И зачастую граждане, приходя в указанные организации, заключают договор на оказание тех или иных услуг по получению кредита, либо каких-то финансовых услуг. Зачастую расстаются со значительной суммой денежных средств, при этом не получая тех желаемых результатов, на которые они шли. Получение кредита, скажем. Кредита, да. То есть в основном туда обращаются граждане, у которых плохая кредитная история. То есть где уже банки отказали фактически лицам в получении, в предоставлении кредита. И каким-то образом они пытаются получить данные денежные средства через так называемые финансовые центры или юридические центры. Хорошо. В этих центрах гражданин, обратившись туда, подписывает договор. В договоре должны быть описаны те услуги, которые данная организация представляет. Да. Зачастую граждан не обращают внимания на условия договора и подписывают. К нам обращались люди, которые прошли так называемые финансовые центры, юридические центры. Они приходят и говорят, вот я подписал, не глядя, домой пришел, прочитал условия. А по факту, кроме консультационных услуг, либо написания направлений каких-то ответов и запросов, больше ничем данная организация не занимается. И фактически с юридической стороны они выполнили условия договора. Но при этом граждане... Проконсультировали. Проконсультировали, да. И выставили вот такой счет. Выставили счет, да. То есть человек по факту остался и без кредита, и вот с таким счетом. Со значительным долгом, так скажем. И с точки зрения закона, это организация права? С точки зрения закона договор составлен таким образом, что юридически... Не подкопаться. Не подкопаться, да. Один из способов, это судебная защита в гражданском порядке. Только в судебном порядке доказать, что действительно гражданина обманули, ввели в заблуждение, не выполнили те или иные виды работ, которые обещали. Либо в уголовной плоскости уже некоторые граждане обращаются, когда фактически они сами выполняют те за тем, что они пришли, сделала финансовая структура. То есть они сами это сделали, и с них еще и деньги взяли. Но прокуратура Самарского района помогала таким гражданам? Да, мы обращали. Мы проверки проводим, гражданам разъясняем, да, когда они обращаются. Зачастую, когда граждане обращаются к нам, и мы начинаем проверку, данные юридические центры, финансовые центры возвращают деньги гражданам. Чтобы все-таки до суда не доходить до суда. Ну, это разумно, конечно, со стороны этих организаций. А вообще, куда обращаться в случае нарушения прав граждан микрофинансовой организации? Даже если допустить, что эта организация законно работает. Основным контролирующим органом в указанной сфере является Центральный банк Российской Федерации. На территории Самарской области имеется территориальное подразделение. Оно находится на улице Куйбышева, 112. То есть, можно обращаться непосредственно в Центробанк, как письменно, так и в электронной форме. То есть, сейчас во всех видах рассматривается обращение граждан на нарушение в сфере микрофинансовой деятельности. А если все-таки подмена понятия происходит? В органы прокуратуры. В органы прокуратуры. Мы проведем проверку, соответственно, законность осуществления деятельности. И будет решен вопрос либо в административном порядке, либо уже в уголовном порядке. Ну и также в правоохранительные органы. В полицию? В полицию тоже. Смотрите, вот 2017-2018 год, в текущем году, много было обращений на эти темы? По факту незаконной действия микрофинансовых организаций, как таковых, обращений не было. Мы проводим проверки в рамках текущей деятельности. И проверяем, как бы, предупредить право нарушения в указанной сфере. Соответственно, выявляем... То есть, сами выявляете, занимаетесь профилактикой и предупреждаете граждан. В частности, осторожнее быть, когда обращаются и за микрозаймами в микрофинансовые организации. Так называемые центры. На которых мы сегодня особое внимание наших телезрителей обращаем. Будьте бдительны, как говорится. Наше эфирное время подошло к концу. Алексей Геннадьевич, я благодарю вас за полезную информацию. Надеюсь, кому-то она очень поможет. Вовремя остановит от необдуманных поступков. Напомню, сегодня нашим консультантом был заместитель прокурора Самарского района города Самары Алексей Петрушин. Очередной выпуск программы «Ваше право» смотрите в следующую среду в 18.00. А все записи размещены на нашем сайте trkterra.ru. Они доступны в любое удобное для вас время. На этом у меня все. Берегите себя.